Смертность россиян в прошлом году превысила миллион и стала рекордной с начала столетия. В 90-х население Российской Федерации сократилось примерно на 1 миллион. Тогда страна была на шестом месте в мире по численности населения. За следующие 20 лет страна потеряла еще 2 миллиона, опустившись на 9 место. А согласно прогнозу ООН, к 2050-му Россия потеряет еще 12 миллионов человек и будет уже на 15-м месте в мире по численности населения. Демографы фиксировали нехватку мужчин в России еще до полномасштабного вторжения в Украину. 87 мужчин приходится на 100 женщин. Ситуация хуже, чем в Зимвабве и Гаделупе. Но в то же время, сообщают в Вашингтонском исследовательском центре Пью, незначительно хуже показателей в Европе. Мужчины вымирают интенсивнее. Их проблема в том, что многие мужчины работают на тяжелых предприятиях. Высокий уровень, если брать социологию маскулинности, много случаев рискованного поведения. Последние два года были очень беспроблемными из-за пандемии. Но сказать, что что-то в Российской Федерации происходило хуже, чем во всей Восточной Европе, тоже нельзя. В России за последние два года удалось замедлить темпы снижения рождаемости, так утверждает вице-премьер Татьяна Голикова. При этом, по данным Росстата, в апреле этого года в России родилось наименьшее количество детей со времен Второй мировой войны. На тысячу человек в январе-апреле, сообщал Росстат, рождалось восемь детей. Страна со стремительно падающей экономикой, естественно убывающим населением, развязав полномасштабную войну, приумножает потери населения. В статистике, которую вы видите на сайте Росстата, увидеть последствия войны невозможно. Их можно было бы увидеть в подробной статистике с распределением числа умерших по однолетним возрастным группам, по полу, по регионам. А такую информацию Росстат прекратил давать. Явно, что погибающие очень слабо учитывались. Возможно, их считают пропавшими без вести. Возможно, через шесть месяцев или через два года они начнут появляться в статистике. Или не начнут. Алексей Ракша, российский демограф из интервью «Радио Свобода». Реальные доходы россиян снижаются, и они все чаще не хотят иметь больше одного ребенка. И это одна из основных причин падения рождаемости, считает российский демограф Алексей Ракша. По его словам, чтобы остановить грядущий провал рождаемости, нужно как минимум утроить финансовые выплаты семьям с детьми. Но российские чиновники с этим не спешат. Даже в рамках специально созданного проекта Министерства труда и социальной защиты «Демография». В то время как на войну против Украины, по данным Форбс, Москва тратит по 400 миллионов долларов в сутки. Выплата по полтора миллиона рублей за третьего ребенка и по миллиону за второго существенно улучшит ситуацию с рождаемостью. Еще одна мера – выплата прожиточного минимума каждому ребенку, вплоть до окончания обучения в ВУЗе. В ближайшие годы у нас в стране вероятен антирекорд по уровню рождаемости за последние лет 250. Это со временем приведет к увеличению доли пенсионеров и снижению размера пенсий, повышению пенсионного возраста, снижению численности работоспособного населения и, как следствие, замедлению роста или сокращению ВВП, снижению темпов развития экономики. Алексей Ракша, российский демограф, интервью изданию «Новый проспект». В мире к 2050 году ООН прогнозирует равенство полов в количественном соотношении. По состоянию на 2021 год в мировом населении мужчин было примерно на 44 миллиона больше, но ожидается, что эта разница исчезнет в результате нескольких различных демографических тенденций. Безусловно, развязанная Россией война может подыграть негативным прогнозам демографов, поскольку аналитики не учитывают трудно предсказуемые происшествия. Тем временем, по данным последнего исследования Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, население мира вырастет примерно до 8,5 миллиардов человек к 2030 году и приблизится к 10 миллиардам к 50-му. Юлия Безбородько для телеканала Freedom.